Привет всем! Пользуясь перерывом во время нашего фестиваля цифровой истории, я решил взять интервью у замечательной девушки. Мне кажется, оно будет очень показательным, потому что, ну, во-первых, почему она, как ее нашел. Девушка добавилась ко мне в друзья на фейсбуке, я увидел, что действительно у нас общий друг Сава Мажука, это Архимедрит Сава, с которым я вышел интервью на канале. Отличное интервью, всем очень понравилось, ну, потому что я, как бы, человек хороший, правильный и так далее. Но, почему я решил позвать ее на интервью, потому что я заметил, что она занимается протестной и оппозиционной деятельностью. И вот последний пост, который я прочитал, он очень, как бы, мне напомнил что-то такое, что я в свое время читал еще не у народовольцев, а вот у тех людей, которые еще были протонародовольцами, да, про вот что надо делать и так далее. Поэтому вот сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с человеком, который выходит на улицу с какими-то, значит, этими плакатиками, стоит в одиночку, в нее там все плюют, кидают, ну, я имею в виду, потом, может быть, где-то в комментариях, там, обкидывают помидорами и так далее. Значит, для начала представьтесь, пожалуйста. Лена, Лена Маргунова. Да. Лена Маргунова, скажи, пожалуйста, вообще, чем ты занимаешься по жизни? Я работаю в банковской сфере. Для начала, что заставляет тебя заниматься, ну, вот, участвовать в оппозиционной деятельности? Ну, для меня это даже практически случайно, но просто жалко людей, почему так происходит. Каких конкретно людей? Допустим, Константин Котов, он даже не бросил ни в кого стаканчик. Он просто три раза вышел на несогласованный митинг, его три раза задержали, и теперь его отправили в колонию на три с чем-то года тюрьмы. И это ненормально, почему такое небережное отношение к людям? Как так можно ломать судьбы ради выполнения статистики подразделения ФСБ? Это ненормально, это не должно быть. Скажи, пожалуйста, а вот как, в каких, какие вообще действия ты сама конкретно предпринимала? То есть что ты уже делала? Ну, я просто ходила на пикеты, проходят метропикеты каждую пятницу в радиальных станциях метро, потом пикеты у администрации президента, на Лубянке были, поддержка нового величия. Я ходила на один раз на митинг, на согласованные и несогласованные. Вот так. Петиции, репосты. Вот как это все сочетается еще у тебя с… вот ты в «Друзьях» с вами Мажукой. Расскажи вообще про твои отношения с религией, с верой, с Русской Православной Церковью, в частности. Это было главной причиной, почему меня все это заинтересовало, потому что ты ходишь в церковь к тебе, ты знаешь, что Христос сказал любить ваших ближних, и ты видишь, что происходит что-то нехорошее в отношении других людей. И, естественно, твоя реакция как-то поддержать тех, против кого происходят эти действия. — А как тебе вот кажется, насколько далеко могут зайти твои действия? Ну, то есть, вот смотри, вот ты ходишь там на митинги, это между нами девочками, что слону дробина. — Да. — Вот, то есть это… мы прекрасно понимаем, что это не столько на самом деле, может быть, попытка сломить власть, потому что такими методами не сломишь. Ты, я думаю, это прекрасно понимаешь, что, может быть, это попытка оправдать свое какое-то существование в данном строе, там, я не знаю, проявить свою гражданскую позицию. Ну, я могу ошибаться, но я поэтому тебя спрашиваю. — Это хороший вопрос, потому что ты действительно чувствуешь себя бессильной немного, когда ты ничего не можешь делать. И есть вот эти небольшие формы, проявления твоей поддержки, в которых ты участвуешь? — Когда тебе люди говорят, что ты занимаешься, помягче говоря, фигней, да, причем, ну, кто-то говорит это в агрессивной манере и просто, типа, ну, порыл отелка, как бы, малолетка, а другие, может быть, ну, более аргументированно объясняют, что, там, можно сравнить, например, там, 90-е в наше время и так далее. Вот как ты им отвечаешь? — Ну, у меня не было такого негативного опыта, но я знаю, я придурок, окей, я не отрицаю. — То есть ты, как бы, вот, песня «I'm a creep» группы «Ready Ahead» — это... — Да, 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 она у меня есть, я периодически слушаю. «Where is my mind» — Да, так вот тогда продолжается мысль, вот смотри, вот ты будешь ходить на пикеты, и как ты думаешь, насколько долго это будет продолжаться, и где, скажем, та грань или та поворотная точка, после которой ты либо закончишь этим заниматься, либо, может быть, ты как-то поменяешь свои отношения, или, может быть, ты перейдешь к более радикальным каким-то действиям? — А что может быть радикальным? Не знаю, мне кажется, когда ты начинаешь нарушать закон, у тебя пропадает вот это право, моральное право чего-то требовать. — То есть мы такой мирный, абсолютно, действуем в рамках закона, протест. Я не знаю, это хороший вопрос, у меня нет ответа на то, что нужно сделать, чтобы тебя услышали, чтобы, допустим, Голунова поддержала очень много людей известных, а Котова так нет, других арестантов по московскому делу этого тоже нет, и почему так ты не понимаешь? — Скажи, пожалуйста, в этой среде, да, ты общаешься же, да, скажем, условно, с коллегами, да, по протестному цеху, я их тоже периодически наблюдаю, когда по Москве летом особенно езжу на велосипеде, там, в преддверии какого-нибудь митинга, там, уже вижу, там, начинают кучковаться, там, определенные какие-то, значит, вот, хотел, кстати, задать вопрос, честно, профессиональный. Я видел одни в каких-то таких футболках, там, какие-то надписи и так далее. Есть какая-то система опознавательных знаков или выработанная какая-то символика и так далее, которая может меняться, там, от случая к случаю и так далее? — Я знаю, что проходят аукционы, где можно купить одежду, можно купить футболки, толстовки с этой символикой, и она периодически обновляется, допустим, появился там новый арестант и новая символика, вот так. — А вот, если бы, допустим, тебе бы предложили, сказали, ну, окей, вот, мы реально позволим тебе поучаствовать в процессе изменения, я не знаю, там, законодательства и прочее, и прочее. Вот, как ты думаешь, во-первых, взялась бы ты за управление этим процессом, и если бы да, то что бы ты сделала? — Это хороший вопрос, потому что... — Господи, каждый вопрос у меня хороший. — Не знаю. Я бы могла, да, если, может быть, подумать какие-то предложения, но ведь нужно иметь следующее образование в этом. Я не уверена, что, может быть, я совсем хорошо подхожу на это, но какие-то предложения, конечно. Но есть более образованные люди, у которых есть хорошее предложение, допустим, по изменению КПА и полиции, то есть обратить эту палочную систему, то есть у Екатерины Шульман. Если бы взяли их в эту команду, я бы больше поддержала. — У меня вот такой вопрос, потому что не знаю, насколько он будет хорошим, но, тем не менее, а знаешь ли ты вообще что-нибудь про историю революционного движения? И если там что-то знаешь, а вот как ты оцениваешь то, что происходило, например, раньше, ну, например, до 1917 года? Угромное количество разных людей, самых разных, от мирных до террористов и так далее. И у нас в стране есть определенный исторический опыт, к чему приводят протестные движения, да? Вот как ты с этой точки зрения рассматриваешь? То есть учитываешь ли этот исторический опыт или нет? — Да, я недавно была на выставке, посвященной 1917 году, и было печально, то есть люди выходили с такими же требованиями свободы, всем свободы печати, а потом это превратилось в тотальную несвободу. То есть и должны происходить изменения, может быть, на каком-то ментальном уровне, в, я не знаю, бережном отношении к людей, в уважении человеческой личности. Вот так. — А вот, ну, хорошо, я согласен, что оно должно, и, в принципе, за это как раз всегда выступала либеральная партия, за какие-то постепенные изменения. Но ведь людям, особенно молодым, им хочется здесь и сейчас каких-то перемен, понимаешь? И очень часто происходит так, что начинается радикализация. Вот была замечательная девушка Софья Львовна Перовская, которая начинала как божий одуванчик, а вот закончила тем, что, ну, не сама, но руководила убийством царя Александра II. И как ты думаешь, вот в наше время такое возможно, ну, вот что определенная группа людей, которые вот так вот выходят, они понимают, что это все бессмысленно, да, и потом они вдруг начинают, что надо предпринять какие-то уже более серьезные меры. Может быть, даже, не знаю, оружие в руки брать, потому что, ну, прикол заключается в том, что пока не возьмешь в руки оружие, как бы, вот переворота не осуществишь. — Но таких идей нет, потому что все внутри протеста говорят только мирным, только мирный способ, а никакого оружия. И есть примеры, когда мирным способом можно было что-то изменить. — А вот еще такой вопрос, один из последних. А, ну, есть человеческая натура определенная, да, то есть ведь большинство людей, они хотят ездить на машине в Форт Мондео, жить в трешке, желательно, в пределах, там, третьего транспортного, и летать, там, пару раз в год, там, один раз на Бали, а там, второй раз, не знаю, в Прагу на Новый год. И вообще плевать, на самом деле, вот просто с голубой, с высокой башней плевать, там, Путин, Шмутин, и вообще, то есть, как бы, живется и хорошо. Да, вот, как ты собираешься вот до этих людей достучаться? — Не знаю, у каждого человека есть выбор, а ты никак не можешь достучаться, если другой человек закрыт, это невозможно. Тот, кто отликнется, тот откликнется, я так считаю. — Ну, ладно, хотелось бы, просто уже сейчас будет вторая часть выступлений, хотелось бы пожелать тебе удачи на твоем пути, потому что, конечно, такой божий одуванчик, да, с точки зрения, как бы, того, как мы представляем об этих вот каких-то там упырях, которые бегают и так далее. Я тебе скажу честно, я это все не поддерживаю абсолютно, по другим причинам, да, просто в силу, ну, бессмысленности данного мероприятия. Но, тем не менее, спасибо, что ты согласилась на такое интервью. Ну, а вы, собственно, как бы, вот, я сейчас еще пару слов скажу от себя. Во-первых, я вам хочу показать, собственно, пост, который меня зацепил, вот, это его начало, ну, фотография понятная. Лена здесь стоит в самом центре нашей, чуть не сказала родины, столице нашей родины, с плакатиком, который она сама, судя по всему, сделала. И текст, в общем-то, довольно характерный, который показывает, почему она, ну, то есть она объясняет свою позицию, рассказывает, почему она выходит. В этом тексте меня зацепила, собственно, концовка. Я ее специально даже обвел желтым. Она гласит. Вот строят храмы, это прекрасно, но если ты не помог другому, не поддержал в тюрьме, в больнице, не накормил, подал воды или одел, то какой в этом толк? Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. В данном случае я никоим образом не хочу проводить никакие параллели, но меня просто поразил вот наглядный пример. И я попытался представить какую-то такую девушку, не знаю, там, много лет назад, еще в древесионной России. Может быть, не такого склада характера, может быть, не такой внешности, но тем не менее. Вот, например, отрывок из воспоминаний террориста Бориса Савенкова про Марии Беневского. Я про нее рассказывал во время экскурсии возле храма в Пыжах. Там рядом стоял дом, где они делали бомбу и где, собственно, Беневская, когда бомба взорвалась, она умудрилась с отрубленной фактически кистью и с оторванными пальцами на другой кисти оттуда уйти, провернув ключ в замочной скважине зубами. И вот что Савенков о ней пишет. Румяная, высокая, со светлыми волосами и смеющимися голубыми глазами, она поражала своей жизнерадностью и весельем. Но за этой беззаботной внешностью скрывалась сосредоточенная глубокая совестливая натура. Именно ее более чем когда-либо из нас тревожил вопрос о моральном оправдании террора. Верующая христианка, не расстававшаяся с Евангелем, она каким-то неведомым и сложным путем пришла к утверждению насилия и к необходимости личного участия в терроре. Однажды в Гельсингфорсе я поставил ей обычный вопрос. Почему вы идете в террор? Она не сразу ответила мне. Я увидел, как ее голубые глаза стали наполняться слезами. Она молча подошла к столу и открыла Евангелие. Почему я иду в террор, вам не ясно? Иже Буаще хочет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою менее ради сей спасет ю. Она помолчала еще. Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу. Соответственно, из нынешних протестантов, конечно же, не вырастут никакие террористы. Время сменилось, система сменилась, современные спецслужбы уже работают иным образом. И, собственно, борьба с терроризмом как раз является одним из приоритетов их деятельности. Но вот этот генезис про то, как милые, прекрасные девочки, верующие, вдруг шли на убой ради какой-то высшей цели, он меня всегда поражал и, собственно, продолжает терзать мой ищущий ум до сих пор. Ну а вы, дорогие мои, можете присоединиться к новогоднему туру в Петербурге, который пройдет с 3 по 5 января. Он же будет повторен с 2 по 4 мая. Либо к нашей поездке в Париж, которая состоится 27 января, либо к нашей поездке в Берлин, которая состоится 9 марта. В Москве у меня точно так же будет экшен на новогодних праздниках, экскурсия по Пятницкой улице. Все подробности есть как у меня в группе ВКонтакте, так и на моем сайте. Ссылки вы найдете в описании под этим выпуском. Там же я помещу ссылку на аккаунт Лены в Фейсбуке. Если вы захотите написать слова поддержки или какие-то, может быть, вопросы, или с какой-то критикой, желательно конструктивной, я знаю, что зрители моего канала уже могут так делать, то, пожалуйста, можете воспользоваться этой возможностью. Ну и теперь можете оставить комментарии ваши, подать в видео, ну и, собственно, увидимся. Ну и, может быть, вы увидите эту замечательную девушку еще где-нибудь на улицах Москвы, стоящую с листиком бумажки, на котором будет написано там «Свободу еще кому-нибудь». Да. Надеемся, что когда-нибудь не придется стоять, потому что слишком холодно. Слишком холодно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok